Привет, друзья! Это Егоров, канал Идим Спорт. Алоха всем! А это Артём. И сейчас мы разберём в перекрёстном интервью матч с Амкалом. Да. Он был полон разных инцидентов. По итогам которых предъявляют то мне, то ему, то Амкалу в том числе. Он ждёт, что мы попиздимся друг с другом, блядь. Вы этого хотите, блядь? Я не знаю. Ты чё, пиздиться хочешь? Блядь! Зачем ты с самого начала начал вкидывать? Я вот, ну не то что просил, я всё-таки надеялся, что сейчас абсолютно мирная ситуация с Амкалом, что всё хорошо, Герман там к тебе очень хорошо относится, ты к Герману изменил отношения. Да. И тем не менее, когда там начали стучать барабаны в начале матча болельщики Амкала, ты начал орать, там типа заткните свои барабаны, там идите в жопу и так далее. Я честно скажу тебе, почему я начал вкидывать, ну потому что медиафутбол, это логично, смысл проводить этот матч, если бы я ничего не вкидывал. Нет, давайте мы встретимся с Амкалом такие, ой-ой, вы Амкал, ой, какая у нас замечательная дружная игра, ещё шашлыки на поле, давай пожарим и будем есть, типа и наблюдать за игрой, ну грубо говоря, не самого высокого футбольного качества, хотя уже футбол, футбол медийный становится действительно осмотребельным. Ну я вкидывал осознанно, потому что я понимал, что должна быть какая-то жаришка, и я знал, что тебе в этом случае будет тоже интересно оказаться в условиях, когда у тебя как бы кенты, ты же про Амкальский человек, да, условно говоря, а я типа, ну, в оппозиции. Хотя с Германом, как ты верно подметил, у меня вообще сейчас никаких там траблов нет и понимание максимальное. То есть я вообще за адекватное отношение именно между руководством клуба. Поэтому я подкидывал осознанно, чтобы матч интересный был. Слышишь, что кричат, бля, Сигат Рязин, плю, вы чё охуели со своими, бля, барабанами? Твой вопрос. Вот мой вопрос. Ты знаешь, что на определенном этапе развития игры уже как бы эмоции такие настоящие появились. И Рыджуху ты в том числе словил неподдельную, когда там вид ещё вкинул. Я пересмотрел этот эпизод, ты говорил это не потому, что это ты для медийки вбрасывал, а потому что реально завёлся. Он ждёт, что мы попиздимся друг с другом, блядь. Вы этого хотите, блядь? Я не знаю. Ты чё, пиздиться хочешь? Блядь, иди нахуй, ты ебок, блядь. Ты чё, долбоём, я в них. Чё, пизду, блядь. У тебя изменилось отношение к Амкалу и вот некоторым личностям? Ну вот честно скажи. Я тебе могу объяснить, почему я завёлся. Потому что, когда ты вбрасывал, ты делал это не агрессивно. Ну то есть, когда кто-то вбрасывает, там тот же Федос, да, когда там байт случился. Да, ты понимаешь, что это Федос, да. Да, типа, когда Федос там орёт, там типа, ты соси хуй, вот. Ты ему отвечаешь, там, ты, блядь, лысый мудак, там и так далее. Ну, это типа, иди мячий бальником отбивай. Но это понятно, что типа, и с той стороны ржут, и с этой стороны ржут, да, что вы типа, ну, издеваетесь друг над другом, например. И там условно, когда ты там бегал вдалеке, там что-то Амкалу там просто вот это пальцем показывал, ну, это типа, понятно, издалека, ну, типа, все ржут. Или там, когда нам забивают, там, там, кто-нибудь Прокоп, там, или ещё кто-нибудь. Да, ну, типа, по-доброму, да. Не, ну, Прокоп ты видел, он подходил, там все вал, ну, типа, улыбался. Да, 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 меня смутило просто, что стоишь ты, стоят там, типа, ещё люди. И в этот момент, ну, в том числе и я, и в этот момент прям с агрессией, там, ну, не просто факи. Факи тоже можно показать, типа, вот так, типа, там, соси, урод. А когда прям, ну, бешеные глаза я увидел, у меня в голове появилось полное непонимание, что происходит. А потом это ещё добавилось тем непониманием, когда вот эта жёлтая карточка была показана чуваку, который футболки переодел. Когда там Иваныч, он, видимо, просто нихрена не понял, что происходит, что, типа, просто не захотел... Да, сумбур просто был жёсткий. Да, да, сумбур, типа, было ощущение такое, что они, типа, хотят, а, ну, пофигу, что другого игроку жёлтую показали. Мы, типа, принципиально, и пусть будет красная карточка. И в этот момент меня просто переклинило, потому что я не понимаю, то есть, типа, мы же, ну, вкидываем, а здесь уже, получается, вообще не вкид. Поэтому я пошёл к Форзяру и к Фину, к чувакам, с которыми я нормально общаюсь, ну, типа, просто. И начал говорить, типа, блядь, типа, чё за херня, типа, успокойте, ну, чё это вообще за херня, когда с агрессией проявляют, типа, чё, блядь, ну, чё, если вы не успокоитесь, блядь, чё вы, ну, это может драки привести, чё, блядь, подраться. А виточат единственный человек, с которым меня всё это время, он может иногда так меня зацепить, что я начинаю беситься. Ну, то есть, он прекрасно понимает в этот момент, прекрасно понимает, что я на нервах, и что я хочу донести им информацию, что, типа, нужно овощнуться. Всё равно подначивать, да. Нет, в агрессивных моментах, типа, нужно наоборот, что, типа, я говорю, вы чё, подраться хотите в том смысле, что давайте это остановим. А он, наоборот, говорит, нет, ты хочешь подраться, ты хочешь подраться. И меня это точно так же, как на сборах, когда мы там с Олегом тоже спорили, там, типа, стояли из-за этого, из-за игры в квадрат, там, чё-то мы срались. И виточат также с камерой подходит, ну, типа, со стороны, он же не участвует в этом эпизоде и в диалоге вообще. И он, типа, специально на поле выходит и начинает подначивать. Вот, и у меня там точно такая же реакция была на виточа, но также мы там посрались с ним минут 10. Ну, здесь, да, ну, то есть, я, типа, не понимаю, я на взводе, я такой, я ему сказал, там, типа, ты ебанутый, блядь, и всё, и ушёл нахуй, чтобы дальше не продолжать сраться. То есть, я там чё-то сказал, блядь, Ирч, иди нахуй, и всё, и ушёл в сторону, блядь. Рыжуха приличная была. Рыжуха приличная, блядь, я не спорю. Базар логично. Да, прикольный матч. Физицу хочешь? Блядь, иди нахуй, ты ебанутый, блядь. Ты чё, долбоём, я в них. Шоп физдука. Мой вопрос, вот, по-честному, когда из-за камер, ты реально вот так вот, тебя взбесило, что у нас будут две камеры, и что там, и вот ты вкидывал опять на чужого в тот момент, то есть, у тебя, типа, какая-то, ты реально считал, что чужой виноват, и ты, типа, там, матерился. Камеры, блядь, просто у нас нахивалку, блядь, вообще. Какого хуя, это их камеры, что ли? Да. Чи? Да, чужого. Вот какого хуя это так работает? Вы хоть спросите, биздец. Блядь, они заебали? Нет, хуя, бесит вообще, блядь. А позвонить спросите. Просто, блядь. Ну, меня вообще ебать как бесит, нахуй. И этот, блядь, и он с хой с камерой, блядь. Ну, как это, блядь? Ну, да, тут я жестко был неправ, виноват чисто был ты, это у тебя бич-муф максимальный, осуждаю его. На мой взгляд, я донесу сейчас свою позицию. Ты знаешь, что так или иначе, с некоторыми игроками Амкал, у меня не то, чтобы там конфликтная ситуация, но уровень недопонимания есть определенный. Я к тому же чужому, с точки зрения как бы человеческих качеств, я имею свое мнение относительно него. И там, может быть, оно хорошее, не хорошее, не имеет значения, это личное. А здесь история в том, что без какого-либо там разговора, я считаю, это должно было как-то обсуждаться перед матчем, что в нашу раздевалку заходят две чужие посторонние камеры. Ведь мы, типа, делаем не только вот игровой какой-то контент, но это еще и атмосфера внутри команды. Она должна оставаться внутри нас, там игроки могут что-то вкинуть нехорошее, что не попадет на камеру. И вы должны понимать, ребят, вам может показаться, что мы добавляем там жестяк во все ролики, все самое жесткое туда вставляем, но иногда бывают такие вещи происходят за кадром, как, например, то, что я вкидывал, это стоило вырезать, потому что там каким-то образом могли бы вообще абсолютно левые темы приплестись. И уровень адекватности должен сохраняться, чтобы не все подряд попадало. И когда это гуляет по рукам, допустим, оператор может чужому не скинуть, для себя оставить, и потом это где-нибудь довыльется. Мне это очень сильно не понравилось, я в этом плане сгорел. Но сначала на чужого, хотя он по факту не виноват, он же тебе сказал, и ты сам впустил. А потом на тебя, бля. И я понял, что ты со своей стороны, твоей реакции, ну, понял, что ты тоже борща дал. Что хотя бы как-то это надо было обговорить или предупредить заранее. Поэтому, типа, твой вопрос, нахрена я так сделал? Ну, да. Вот моя логика простая. Я не вижу смысла пускать людей именно в раздевалку, когда ты можешь микрофон повесить на себя, и где-то там ходить, отреченно, допустим, от меня человека, который может что-то вкинуть нехорошее, и записывать. Тут же ты знаешь, что я буду с тобой в постоянном контакте, и не все этично выкладывать из этого. Я объясняю, что было, на самом деле. Мы встретились с чужим, он попросил повесить микрофон на Давыда, я сказал, что мы вешаем на Давыда, и предложил ему Бухара. Вот, вечером, когда я там был в запаре в очередной, что-то там делал, он мне написал часов в 11 вечера, типа, тогда я вешаю микрофон на тебя и на Бухара. Вот, и я такой ответил, типа, давай, но потом написал ему, типа, я думаю, нахрена мне в раздевалку, ну, типа, реально нахрена на меня. Вот, я написал, только давай на Бухара и на Ерикьяна. Вот, и все, и у меня, и дальше я на что-то отвлекся, на монтаж, и на следующий день, а я уже не помнил, что я ему написал. Когда я пришел в раздевалку и говорю, чушь, не надо на меня, вот, он говорит, ты же обещал. А я даже не проверял сообщение, хотя по факту, вот я тебе могу показать. Да нет, Диман, я верю тебе, потому что ты просто написал, скорее всего, забыл, что ты многими там вещами другими занимаешься, это... Вот, смотри, вот я ему написал, я написал давай сначала, а потом подумал, говорю, не, лучше на Ерикьяна. И вот эти два его сообщения, которые он потом писал, то есть у меня есть даже сейчас, вот я зашел, они были помечены как непрочитанные, вот. Я его сообщения не прослушал, он здесь пишет, типа, нет, давай не на Ерикьяна, а на тебя. То есть я не ответил, то есть по факту я не сказал, ну, типа, не согласился на себя. Но когда уже пришли в раздевалку, а я не помнил даже, что я там, типа, написал лучше на Ерикьяна. Но раз, типа, раз пообещал, то значит нужно вешать. Вот какого хуя это так работает? Я тебе даже больше скажу, я даже осуждал микрофон на поле в чужой раздевалке, потому что один раз, когда микрофон на поле висел, там, то ли на Олеге, то ли еще на ком-то, на Богдане, по-моему, в матче Амкал-Тудротс, то потом, через время, Ничай пришел и сказал, что дроты в своей раздевалке, там, типа, такое на Амкал вкидывали, но я вам не расскажу. Из-за этого, из-за этого повысился уровень ненависти, просто из-за того, что, типа, дроты сказали, там, микрофон в раздевалке. И притом, более того, и больше, погоди, дай, дай отвечу, и больше того, там, типа, условно, нашей камеры в раздевалке не было, но даже пару раз, проходя мимо раздевалки Амкала, где наших камер не было, я там, естественно, слышал, там, от пацанов, нахуй, броков и так далее, как там внутри кричали. Вот, я считаю, что атмосфера в раздевалке должна быть в раздевалке, потому что в раздевалке ты не просто занимаешься тем, как бы, что, там, по-серьезски, что ты говоришь, а тебе нужно сделать так, чтобы команда завелась, там, где-то утрировано сказать, где-то объяснишь, там, что, там, типа, вот эта сука, там, против тебя так сказал. Все, что в раздевалке происходит, это процесс подготовки к матчу, это как раз-таки утрирование, это попытка найти какие-то болевые точки другой команды. И раздевалка, на мой взгляд, никогда не должна попадать, то, что происходит в твоей раздевалке, ни на видео, ни как еще не должно попадать в чужой команды. Ну, а что ж ты на камеры тогда согласился? Две камеры, я в один момент просто поворачиваюсь, я смотрю, раз, у нас Эльнур, два, Саня, стоит Даня, бля, и тип с фотоаппаратом, который просто мне ебло снимает постоянно. Я думаю, братан, тебе что, ДиКаприо или где, блин, что ты меня хочешь снимаешь? А потом оказывается, что это просто-напросто типы у нас микрофон на поле с двух камер снимают. Ну, вот, и это я вообще, типа, не понял. Нет, для меня, типа, микрофон на поле, это микрофон на поле. Да, вот в этом-то и прикол. Короче, получилась по факту история, когда все на сумбуре произошло, никто ни с кем не поговорил. Бля, ребята, честно, если бы вы знали, какой, типа, уровень того же накала между матчем Амкал-Тудроц и кто там кого, бля, куда ебал, блядь, вы бы многое узнали бы о многих людях, которые вам кажутся, типа, суперадекватными, они больше всех и вкидывают. И вот эта история, кстати, с Нечаем, я-то знал, что вкинули Дроцци в матче против Амкала. Я тебе скажу, то, как ее преподнес Нечай, а там ничего такого жесткого не было. Вот по факту, я помню, какие разговоры там были из разряда, такое они сказали, не было там ничего такого. Они сказали неприятную вещь, но не какая-то там, знаешь, запрещенка, что чуть ли там не матерей имели. Но неприятную, но не такого уровня трагедия там была, как ее преподносили. Ситуация между тобой и Васей, насколько я понимаю, она достаточно древняя, потому что, когда ты делал обзор на его пребывание в отделении. Я прекрасно понимал, что твое великолепное журналистское вот это вот мастерство преподнести все, как оно должно быть, оно здесь сыграло. Ситуация, на мой взгляд, вообще неоднозначная, и в ней не было ни правых, ни виноватых. По поводу там полицейских, это отдельный разговор, тут все максимально, предельно ясно. Но по поводу самой ситуации, как бы тот уровень хамства и грубости, который был со стороны Васи, он был никоим образом не разобран и никем не описан. У меня к нему типа негатива, как некоторые люди думают, нет, у меня есть сформировавшееся мнение о нем. И я считаю то, что оно весьма адекватное. Он там продемонстрировал свое поведение на поле в очередной раз в матче с нами. Я был уверен, что что-то произойдет, если жаришка в матче появится. Но я не думал, что он настолько типа в открытую полетит после матча с на спорте. Потому что в матче с на спорте он команду закопал своим поведением. Можно как угодно это называть, но вы доигрываете последние 10 минут, и человек затевает разборки на 8. Ну, где здесь профессионализм, когда ты знаешь, что тебе надо отыграться? Я считаю, что здесь наоборот с его стороны было полезно, потому что он нас завел. Потому что, возможно, поэтому я посрался с тем же Витой, чем вы был, а ты посрался с Артуром. В плане контента это вообще все гениально и хорошо. Тут вообще споров нет. Я за такого рода действия. Просто мне кажется, Вася в определенный момент реально въебет. Исходя из той риторики, которую он себе допускает и пишет в Телеграме, вот мы с ним поговорили после матча, как мне казалось, вообще в сверхадекватной форме, уважительной. Что он по отношению ко мне, что я по отношению к нему. А потом он говорит то, что в личном общении котик. А кем я должен быть лично вообще? Что мне нужно говорить человеку типа, ты черт, ты там, блин, что творишь, ты безумный Макс. Я ему объяснял, что я считаю его неправым в матче на спорте. И я уверен, что он хотел просто Володе XXL травму нанести. И он это прекрасно знает. Он хотел его впечатать в долбанный асфальт. А человек преподносится таким образом, что ну я могу человеку сломать ноги, но я же не ломаю. Как мне так это, по мне это выглядит странно. Поэтому здесь, что касается Васи, я описываю его своими словами, как я вижу. Это мое право. Ну а то, что ты как будто бы хайпишься на Васи? Да я на всех хайпаюсь, блядь. Я делаю реакции на Амкал, я типа на этом себе имя сделал. Людям интересно, что я скажу о других людях. Я поэтому это и говорю. Типа, если бы им было неинтересно мое мнение, то вообще меня бы в этой всей структуре не было бы. У меня, это моя работа, высказывать свое мнение относительно происходящих событий. Ну а ты не опасаешься, что в какой-то момент это каким-то реальным приведет, столкновением? Не, ну, я тебе так скажу, если он меня ударит, я буду только рад. Если я не умру и не получу там деменцию никакую в результате падения и удара головой. Я его бить ни при каких условиях не буду, он может скидывать все, что себе позволит. Для меня это будет большой плюс. Если человек не может себя контролировать, а он себя слабо контролирует, рано или поздно это его все равно подведет, то я не против, его право. Он же говорит, понимаешь, в его высказываниях все выстраивается таким образом, что я должен разговаривать по пацанским каким-то правилам, типа, ты что там, вот это вот вся какая-то движуха, я не знаю, зачем мы вообще в медийном футболе приписываем какие-то там вот эти вот, типа, ну я не буду эти три буквы эти произносить, они запрещенные в России. Я не буду общаться в таком ключе. В медийном, да, мы можем в медийке повыяснять отношения за пределами, мне не интересно с ним общение абсолютно никак, не потому что я его боюсь, он меня может въебать, как и любой другой человек. Я, типа, в свою пользу, ну, от себя могу сказать, что я его бить не буду, я на этом только себе профитов больше заработаю, то он себя закопает. А так, ну, я его не боюсь. Кого здесь бояться? И, ну, почему я должен бояться человека, который мне, типа, угрожать будет? Странно. Для адекватных людей поведение Васи ясно. Да поебли! Исходя из матча, вот то, как он складывался, ты понимал, что плюс-минус какие-то вбросы будут от меня, от тебя в адекватной степени, но у тебя не было действительно ощущения, что в определенный момент все на личное перешло. И для игроков Амкала, и где-то там для нас. Потому что я вот личное лишнее вкинул на эмоциях. В личное перейдет? Да. Ну, для меня точно не переходило абсолютно. Я не знаю, я даже не расстроился, когда нам забили. Я знал, что у нас выигрышная позиция в любом случае. В случае, если бы Макею не дали бы сыграть, мы были бы в выигрышной позиции на 100%. Ну, а тебе не кажется, что вот это вообще позиция очкошника? Типа, смотри, ты получается не даешь игроку играть такие, все, мы играем десятером. В любом случае мы сможем отмазаться, что вы у нас игрока, которого по факту не удаляли, убрали. И типа, если проигрывать. Я всегда за усложнение. То есть я, в принципе, особо не расстроился бы, если Партур вышел. Это все-таки неофициальная игра. Вообще ничего страшного в этом нет. Абсолютно неофициально. Это такая же, как, вот, допустим, тренировка. Когда мы тренируемся, мне всегда интереснее играть за слабую команду. Ну, то есть та, которая изначально, чтобы соперник имел гандикап. Именно в тренировке. Поэтому я не считаю, что все перешло на личное. Я говорю, для меня перешло в какой-то момент именно, да, когда Вася подбежал и прямо агрессивно показал факи в лицо. Я мог бы, типа, не обращать на это внимания вообще никак. Но я просто в этот момент не понял, типа, зачем. Но обрадовался про себя то, что ты знал, что уже, типа, есть эпизод, за которым можно как минимум... Нет, я реально тогда огорчился. Я реально не понял, что за херня. Я обрадовался. Вот, и я прям, ну, грубо говоря, я не помню, я, по-моему, я Вася тоже написал, что в этот момент я просто охуел. Типа, как такое вообще может произойти. Но Вася после этого, типа, он же, ну, извинился. Хотя там особо никто не требовал. Мне кажется, вы и так поговорили. Да, я вообще думал, что все закрыто. Да, и я абсолютно был уверен, что, типа, все закрыто. Мы там и в ролике достаточно мягко, мне кажется, обошли эту тему. Нет, понимаешь, у меня здесь другой вопрос. Вася, вот, мне кажется, ему не очень нравится, что его обсуждают в таком контексте. Ну, что, типа, там, агрессия, еще чем-то. Но просто есть факты, потому что после, там, три последних матча, Амкал, который играл, это в Новосибирске, играл на спорте и играл здесь. И, как бы, такое ощущение, как будто идет все по нарастающей. И тоже есть вопрос, там, типа, ну, зачем? То есть, это уже медиафутбол или это действительно все серьезно, это уже какие-то, какая-то личка. То есть, если мы обсуждаем всех, то почему там, условно, тогда мы не можем обсуждать Васю, например, да? Тем более, Вася тоже, когда, он же, когда зашел в Амкал, он не сразу делал ролики, там, я помогаю тренеру, а все-таки он начал с ППХ, где точно так же разбирал, там, всякие скандальные темы, где, там, в его присутствии, там, Роман Агачев чуть-чуть унижал, там, Эрик Яна и другое. Поэтому, там, делать вид, что я, там, просто помогаю тренером, нет, и давайте обсуждаем друг друга. Я просто не понимаю, не понимаю, действительно, да, вот сейчас такое ощущение, что, действительно, все приходит, какие-то переходят именно личные противостояния. Хотя, опять же, там, буквально еще, мне кажется, недели полторы назад, ой, может, две или три, или, там, я не знаю, может, до Новосибирска, наоборот, с Васей были как раз, там, очень хорошие отношения. Даже когда была идея создавать команду, я раньше Васе написал, чем Герману, написал, Вась, там, что ты как думаешь, вот, по этой ситуации, ну, типа, как опытный человек, там, с, там, с футбольным прошлым. Ну, вот, что сейчас, я не знаю, но я замечаю, что, как бы, личные отношения со стороны Васи, оно, вот, уже с медийного футбола в Брасове, оно уже переместилось в личное. И там, как мне кажется, хоть он и может говорить, там, какие-то моменты, там, все нормально и нормально, но я вижу, что он уже, так, ну, чем-то недоволен. Но логично, что он сейчас самый важный игрок для Амкала, именно, и, как мне кажется, самый важный человек для Германа, и он сейчас заявляет о своих лидерских качествах в том числе, потому что, там, ну, это не только мое мнение, а мнение группы игроков Амкала. Для меня абсолютно в этом никаких проблем нет, именно, там, лидер, не лидер, он, действительно, там, сильный футболист, он много пытается контента разного делать, вот, главное, чтобы это в какой-то момент не переходило, не переходило, не переходило какой-то порог агрессии. Ну, мне кажется, Вася все равно все правильно делает, даже до последнего мува. То, что мы о нем сейчас говорим, это дорогого стоит. Просто здесь история в том, что... Нет, а просто дальше нет смысла про это говорить. Дальше это, как бы, знаешь, вот ты, условно, ну, грубо говоря, когда ты показываешь уже всего, ну, прям вот, он действует честно, в принципе. То есть, если вот он раздражается до конца, если он хочет кому-то выебать, там, условно, он говорит, я там хочу вебать, например, да, то есть, он прямолинейный, поэтому на него коснется, там, на него может вылиться много хейта. Но он хотя бы в этом, в этом, в этой своей позиции, он достаточно честен, да, и в этой ситуации, в этих своих проявлений эмоций. Но, фактически, просто тогда чем дальше-то удивить? Да нет, тут дело не в этом. Просто Вася одну простую вещь не понимает. Или, может, понимает, ну, вот смотри, у него риторика такая, из разряда, все типа очкошники, а я могу вебать. Вот у него такая, но про меня он себя в том, что если он вебет, то он себя вообще закопает, понимаешь? То есть, он оперирует тем, что он себя может сам закопать? Ну, это вообще странная история. Зачем вообще это сюда приплетать? Ты можешь в словесных каких-то разговорах доказать свою истину, нормально ее преподнести, а не оперировать тем, что, ну, на крайняк я просто вебу. Ну, вебешь и вебешь, братан, но ты себя закопаешь, ну, со всех сторон. Это только неадекватными людьми будет воспринято нормально, понимаешь? Потому что, ну, историю того же Широкого, она чиста, как монета. То есть, есть Ловчев, который единственный его замешает. Но при этом Толю-то мы пытаемся откапывать после того, как он въебал? Ну, да, так мы же говорим о том, что Толя, братан, ты должен извиниться, и ты должен сказать, что это неправильное поведение. Толя, это долго доходило. Реально, выпустите свою лику чемпионом. И здесь у меня максимальное недопонимание возникло. Вот этот кусок ты попросил, и об этом потом Вася написал, в том числе. Ты попросил вырезать один кусок. Что за салф? Ну, контекст просто тупейший, короче. Я туда приплел религиозную вставку, которая, естественно, никаким образом не влияла. Вообще, короче, я не знаю. Я вот, это чистая история, когда ты вот спизданул лишнего. Зачем? Непонятно. То есть, я 200 раз, если обдумаю, там никаких вообще нету, ни смыслов заложенных каких-то глубоких, ничего. Просто вот лишнее сказал, как говорится, слышал от ближних, и вот оно выскочило. Поэтому нелогично было это выпускать. Ну, и опять же, зачем Вася пишет о том, что я прошу Германа это вырезать? Я же Герману пишу, не тебе, Василий. Зачем? Зачем ты это приплетаешь? Ну, ты можешь выложить? Я без проблем там попытаюсь этот момент урегулировать. Получается, значит, Герман написал Васе в личку, что вот типа райзен попросил вырезать. Ну, они, наверное, в каком-то формате это обсуждали, может быть, где-то сидели, и Герман говорит, вот там райзен попросил, я ничего там плохого не вижу. То есть, люди знают, что я там хотел вырезать, думаю, на камерах оно есть. Там никакой трагедии нет, но фраза лишняя, то есть, она недопонимание может добавить. А мы все-таки знаем, что недопонимание. То есть, это, ну, как бы, надо признать, что честно, изначально я прям сказал, ты что вообще несешь бы, я тебе сказал, давай. Да все мне сказали, мне даже Фархад сказал, который с трибун кричал, ебать, амкал, ебать. Он мне говорит, братан, ты куда-то уже. Я прекрасно понимал, что я, короче, условно говоря, в одном, вот в контексте, вкинутое там начало предложения, никак не состыкуется с концовкой предложения, этого не должно было происходить. Но там ничего такого критичного нет, я никого не оскорблял. В смысле ты никого не оскорблял? Во второй части ты оскорблял, амкал. Ну да, амкал, ладно, заамкал, извиняюсь, но на эмоциях. Потому что, во-первых, болельщики амкала вообще кричали ни с того ни сего. Райзен петух, райзен петух. Ну, я был задет до глубины души, чуть не расплакался. Мне честно вам признаться, было сложно стоять на ногах, блять, аж тряслись от злости. Потом еще мне приходят факи, показывают, как я сдержался. Я не знаю, вы бы видели бы, внутри пылали эмоции. Я думаю, Василий, блять, как так-то? Сейчас я почти снял футболку, майку, блять, разделся и готов был идти с ним драться. Но чудом удержался, и поэтому вот такой я сказал. Понимаете? Да, последний вопрос твой и заканчивай. Давай, последний вопрос. Ну вот вообще, как ты думаешь, все, что мы делаем, мы делаем правильно, или мы просто хайповые черти, которые из всего пытаются вытащить конфликт, и футбола у нас нет. У нас даже обзор 80% болтовник, кто кого въебал и разъебал, и только пару моментов, как ребята на поле били. Нифига вообще. В смысле, у нас показаны там все моменты, все там сейвы, миши. Ребята, знаете, как он заголовок делает? Драка стирает. Конфликт стирает. Хочешь драться, стирает. Вы понимаете, человек, я ему объясняю, говорю, братан, иногда нужно показывать хайлайтовые моменты ролики, где красиво. Да, 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 да. И вставка. Твой рот ебал. Ты гондон, блять, вы мрази, блять. Понимаете? Он, блять, человек, блять, провокация. Если в ролике кто-то кого-то не въебет, он не удался, да, вы понимаете, поэтому, ребята, мы броуки и мы обречены на конфликты. Я это поддерживаю тоже. Но в матче со Стармиксом у нас нет конфликтов. Согласен, это был чистый хайлайт того, насколько у нас много духа. И я вообще не знаю, как в медиалиге вообще этот конфликт сформировать. Его тут как будто бы нет. Но мы придумаем в любом случае, мы же для этого здесь и сидим. Ну, надо честно сказать, если посмотреть на ролики Амкала, я не удивлюсь, если матч с броуками команды, которая... Ну, кстати, тут тоже вопрос. Я думаю, что Вася все-таки вкидывает, когда он там пишет, что там... Минутный проект, ну, типа нормально, прикольно. Вот. Я думаю, что матч с броуком и как раз у Амкала, на который там не было затрачено много денег и так далее. Он соберет без куда-то выезда. Я думаю, что он будет самым популярным с течением двух-трех недель после окончания МКС. То есть за последние полгода. Я думаю, что даже матч на спорте через недельки 3-4 он переедет. Я согласен. И я думаю, здесь заслуга, в том числе и наша. Мы должны себе сказать спасибо, но Ямкалу большая благодарность. На мой взгляд, все прошло в рамках дозволенного. Реально лишнего не было. Мы прям по грани прошли, но за эту грань не упали. Но Амкал тебе принципиальный? Ну, типа, честно сказать, у меня нету принципиальных команд, но они как будто бы должны быть. Я не могу испытывать из-за Германа. Он меня в этом плане, типа, бесит. В том плане, что на него беситься невозможно долго. Вот я тогда подгорел в этом Екатеринбурге, да? Но в макро он не делает косяков, понял? Таких, за которые можно серьезно как-то взвестись, что ли. Но для интриги обязательно надо противостояние иметь. Ну, у Германа есть, там, Вася, Я, Фикус. Есть еще несколько человек, которые в этом плане берут за него эту ответственность за раздувание. Как будто бы говорят его языком, но говорят от себя. Нет такой мысли? Ну, меня не задевает, типа, честно. Должно бы, если бы задевало, может быть, даже поинтереснее бы матчи были. Это все искусственная больше тема. Я в себе это пытаюсь взрастить. Я вот смотрю на эти медийные команды. Ну, я не вижу здесь какого-то жесткого противостояния, как Amkal to Drots. Им изнутри это по-другому для них это чувствуется. Здесь я понимаю, что должен быть принцип для картинки. И он есть. К тому же Васе Маврину, я вам честно скажу, я нормально отношусь, потому что мне куда важнее, что человек после матча не бухать едет, как последнее животное, да. А к семье... Фу. Ты что, козел, блин? Бери пример с Васей Маврина. Поэтому, ну, принципы Василия мне очень близки. Я их разделяю. То, что у него там есть моменты, где он срывается, базара ноль. И если у нас есть непротивостояние в медийном поле, пусть оно и остается. Но если он меня потом въебет, я вообще его не пойму. Ну, я не против, в принципе. Главное так, чтобы я головой не ударился. Это важно. Ничего не ломать, челюсть я не хочу. На этом все, друзья. Перекрестный опрос. Или перекрестный допрос по матчу Amkal. Владение мяча... С кем мы играли? С броуками, блин? Но матчи с дротцами посмотрим, блин, как этот будет себя вести. А то тут, получается, у него на его половине поля проводили игру. А вот взрослыми посмотрят. А ты видишь, что меня хейтят как? Ну, за что? Ну, в комментах. Что я там типа Amkal, не Amkal. Да ты Amkal, конечно, блин. Он в их раздевалке больше времени, чем нашей провел. Кенты его там, блин. Фидосы, блин. Как тебе правильно Фидос сказал? Не надо ему давать интервью записывать. Не надо. Как будто я просил у него интервью. Ну, ладно. Нормально, короче. Все, ладно. Сворачивай. Спасибо.